Так, ладно, поехали дальше. Сейчас ко мне несколько писем написал, вот пока мы говорили, слышали писать этот самый, звук такой. Это наша уважаемая симпатичная дама, вот, которая, которая, в которой мы посвятили первые 20 минут. Ладно, идем так дальше. Вот, она уже вся в этих, она уже вся вот с такой головой. Да, я со мной связалась, я уже говорил, очарование это такая вещь, когда очаровывается возможностью, но это потенциальная возможность иметь сад лучше всего в России. Я далеко не лезу. У меня с кровью лучше сад в Сибири. В России она не может быть лучше, потому что у моего друга украинца в Шумской области, наверное, в 20 раз больше урожая персика, хотя все одинаково. У Макаровых в 10 раз больше урожая, вот, у Макаровых в 10 раз больше, а я что, на них обижаться должен? Вот, меня используют как трамплин. Это хорошо. Идем дальше. Татьяна Александровна, потом, потом, не отвлекайтесь тоже. Я же пригласил вас на этот вебинар. Вот. Здравствуйте. Я не по поводу семян. С ними все в порядке. Получили. Персики, сливы, старифицируются. Вопрос такой. После просмотра вашего видео советую садоводам северо-запада номер один. А, это мне, я отвечал жителям Венгарской области. Сделал три фильма. Вот. Возникли сомнения. То есть, я написал, сделал видео, теперь у людей сомнения. Хоть у нас сад не на северо-западе, а во Владимирской области, Садогольский район. Внимание. Почвы бедные, песеные, супи, сугренок. Вот. Это для прикосов. Не пугайтесь. Зимы многоснежные. По весне, даже в мае, грунтовые воды довольно-таки высоко. Вуа, болезненный вопрос. Полусторонный такой. Живет во Владимирской области, а у нее бедра до грунтовых вод. А мы все про Ленинград, бедные, несчастные. Вот. Потом становится суше. Судя по уровню воды. Да уже если метром постоял весной, в мае, уже считайте. До свидания. Потом становится суше. Судя по уровню воды в колодце, колодец в центре участка. Запомним, в центре участка. Где-то метра три уже лучше. Если сухо, еще ниже. Но не намного. Есть у нас шансы вырастить абрикосы, персики и слива. Участок под уклоном с юга на север. Посадка растений, абрикосы, персики. Планируется в возвышенной части участка. Ну, вы мне вопросы даете. Откуда я знаю в возвышенной части? Сколько там? Четыре, шесть, восемь метров. Или те же три? Может, это есть самое высокое место? Как я скажу? Давайте гадать и давайте немножко приближаться. Итак, вы видели мое кино, которое я использовал. Вот этот самый схема. Она мне нравится. Почему? Ну, во-первых, помните, я говорю, не дай вам Боже, артезианскую воду использовать на поле. Мертвая вода. А вот это нормально, вот эта верховодка. Но дело в том, что эта верховодка, она всем путает карты. Татьяна Александровна, та самая, вот она, переписка прямо сейчас идет. Вот эта наша уважаемая женщина. Давайте еще на нее полюбуемся разочек. На ее работу. Вот она. Видите? Вот. Ей уже, Тань, привет, ей уже кустарники по барабану. Значит, что? Вы, если начинаете с нуля, данное я дал, телефон, адрес, давайте к ней. А, Тань, ну, мы с ней уже так, по-свойски, я как отец родной. Тань, а я же не знаю технологии-то, укоренение, как у меня. Откуда такие огромные-то плоды? Вот, наверное, укоренение. Ну, ладно, об этом потом еще раз. Вот. Вот. То есть, мы уже берем так. В вашем участке, вот, если смотреть вот такие красивые плоды, кустарники, уже пойдут. Согласны? Сейчас я назад листаю. Вот вы где. Вот. Уже пойдут. Раз. Вишни. Степные вишни. Песчаные вишни. Войлочные вишни. Наверное, пойдут. Начинаем. Значит, укорененные деревья. Я отвечаю на ваш вопрос. Вот. Укорененные деревья. Давайте какие имеются в виду. Можно укоренять щелковицу. А это не шутки. Если вы будете иметь щелковицу, вы уже, значит, щелковица – ягода долгожителя. Так ее называют на Кавказе. Это не шутки. Это вот. Можем меть? Можем. Дальше. Корневые отводки от роскошных, прекрасных. Слив. Вишен. Можем. Яблони. Используем корневые отводки. Помните, я сколько же, не могу повторять те же самые фотографии. Вот раз, раз, вот раз. Через метр отводок, отводок. Тут перерубил, корни наросли. Вот вам самые роскошные яблоки. Вплоть до этих портов, да. Вот. Они будут жить, даже если вот эти, видите, вот под зеленой травкой, вот эта вот коричневая. Допустим, это 2-3 метра. Допустим. И уже и яблони у вас будут, и сливы будут, корневые отводки, и лишние будут. А теперь берем так. Цепляясь за сливу. На сливу абрикос привем? Привем. Дальше смотрим. На вишню челюсть привем? Привем. Так. На сливу персик привем? Привем. Чего не хватает для счастья? Абрикосы будут, персики уже можно. Используя корневые отводки. Может и клоновые, потому что эти самые. Именно ваши, 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 ваши кустарники вот с такими огромными плодами. Это будут клоновые подвое. Не беда. Спрячутся под снегом, им сильно не грают. Это во мне овечки доли. Как я их призывительно называю. Это когда вот такое вырастет дерево. И у меня там внизу есть эта самая фотография. Я сделал с крупнейшего сайта. Опять абрикосы на полукарликовом подвое. Ну то есть купил и выбросил. А я же не говорю, чтобы абрикосы на степной или на войлосе. Вишни перелом. Да, на войлосе, на степной или песяной. Нет. На сливе. На сливе, извините, такое дерево прекрасное. Ну пусть среднеросло. Уже абрикосы уже можете его обогнать. Не без этого. Но есть хитрости. Сколько я вам про эти хитрости говорю. Вот тот Олег Владимирович, как там директор, да? Он считал бесплатный курс прививок. А он знает, как сделать, чтобы, ойти, он большой, а на маленькой, чтобы не обгонял. Вот хорошо, если он это умеет и людям учит. А то получается на курсальнике превью 2-3 года, ура, и дерево мертвое. Вот. И, кстати, Татьяна Александровна, вот этот, теперь наш, я надеюсь, постоянный участник наших этих, она мне прислала ролик. А этот ролик, она не знает, что этот ролик я когда-то год или два назад использовал. и показывал, возможно, даже на вебинаре. Да, растёт, растёт абрикос. Наконец он падает, ломается по прививку. А это? А ниже прививки писяная вишня. И вот она прислала его. То есть мы с ней об одном и том же думали, а значит, такое совпадение. Этот же ролик прислала. И тут же у той дамы растёт корни собственные с огромным урожаем. Но абрикосы корни собственного вам, вот этому товарищу, не светит. Вот. Делать дренаж. Обойдут корни, я показывал. Вот примерно так я и рассказал. Ну и ещё. Это пока было пессимистично. Надо себя ограничивать корни собственными, клоновыми корнями ограничивать. Всё плохо. Не, неплохо, но согласитесь, я бы выросил такой бы сад. Но не было бы у меня 10-метровых груш и абрикосов. Ну и не умер бы. Вот. Всё равно почти всё сгнивает. С 10 метров падает. Представляете? Какие там чёрты груши? Вот. Всё поперебито. Ну а это ладно. А возьмём теперь, ещё раз посмотрим на эту схему. Что мы видим? Везде и всюду, где цифра 5 и цифра 6. Это так называемые линзы. Вот. Давай посмотрим, что такое вот это. Чё, чё, тёмно-коричево. Что это? Сейчас. 11. 11. Да, 11. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где-то здесь. Вот они провинциальные грунты. Значит, это самое тяжёлое. Глина. Вот я тёмно-коричевое. И вот она. И здесь получается такая картина. Видите, дерево нарисовано. Очень удачно нарисовано. Если это слива, яблони или вишня. А здесь, допустим, 2-3 метра, прекрасно будет жить. А если абрикос, сгниёт. Ну, оказывается, мы же не рентген. Возьмём мы всегда ближе к дому. Мне нравится советовать абрикосы садить в возле дома. Один мой друг, мои абрикосы, посадил с северной стороны. А с южной у него была картошка, морковка. Я говорю, ну, почти матом. Ну, ты соображаешь, что надо было с солнечной стороны, дом всю зиму топится. Да. Вот. Вот посадил 2-3 метра под окнами. Вот тебе абрикосы. Ты что ж ты на север-то залез? А картошка, мясо я посадил, очень не выкопал. Ему какая разница, север или юг. Вот так вот было. И вот здесь мы, допустим, раз. Мы берём и сходим. Вот, допустим, это реальный участок. Вот здесь абрикос посадил. И он будет расти. И так же, как у вас, получается, в одном месте метр. В другом – три. А, возможно, где-то есть и 6,8. Ну, наша Светиана Александровна, она ещё и… Вы поверите, у неё талантов сколько, она ещё и этот… Она заходит, она и воду находит, причём реально находила. И колодцы показывала, где копать. И угадывала. Ну, где набраться-то таких-то талантов. Так, осталось 12 минут. Я попросил перенести ответ. Мне очень сложно каждому человеку рассказывать. По телефону это 20-30 минут. Как правило. Потому что возьмёшь трубку, всё, уже не отстанут. Я говорю, пожалуйста, дайте я ваше письмо перенесу сюда. Вот, и человек пишет, наберусь наглости. Первое. Косточки в подарок, абрикосы и слива. Ну, грешен. Мне же как говорят? Ой, у вас такие урожаи. Не говорят, а думают, наверное. Чё же вы там давите? Да не давлюсь я. Вот, пожалуйста. Косточки в подарок. Это только подвойная, как уссурийская груша? Или также напрямую могут использоваться как культурная? Итак, ну, груша понятна. Она абсолютно дикая. Она даже проверять её, чтобы вдруг её опылил. У неё растёт дикая, допустим, и растёт лесная красавица. Я даже не проверяю. Взял сушу, что я красавица. А вдруг будет культурная? Или взял, выросил косточки для полуотношения с уссурийской грушей? Вдруг полукультурная? Нет, тут никакого риска. Уссурийская груша только на подвой. Ну, кто уж совсем делать, заняться нечем. Пожалуйста, наводите на полуотношение. Сразу новые сорта появятся. Ну, я же чека не хочу подставлять. Поэтому и конкретного. Именно уссурийская груша есть попа. Пусть он используется на поду. Он меня слышит. Теперь абрикосы. Абрикосы я высылал. Ну, я проверил. Я высылал манчжурские. А манчжурские абрикосы, вот, директора института Мяцкого, сколько раз, я говорю, уже раз пять, вот, Маулин довел до полуотношения, и хотя все куски с одного того гигантского патриарха, вот, довел до полуотношения, все оказались разные. Поэтому сказать, что ждет именно вот эти манчжурские, которые я вымысел, я не знаю. У них есть отцы. Вот. Кто и как, не знаю. Но другое дело, вот, я, знаете, почему я это сказал? Вот это абрикос академик пианиста. Посмотрите, какие огромные. Вы никогда, нигде, во всей России больше такие не купите, не достанете. Исключено. Это самый крупный абрикос в Сибири, подчеркиваю. У Мезинова и у Макарова может еще и крупнее быть, но там еще фактор дополнительный. Чем теплее, тем крупнее. А это в Сибири. А теперь смотрите, что получается. Вот он спрашивает, можно использовать как культурный, напрямую. Вот. Именно манчжурские нельзя. Второй, который я выслал, этот самый, он полукультурный. Ну, фотографию показывал. Помните, красивое, бордовое. Вот. Это сегатаринский тоже. Или самостоятельная культура, но скромная. Или только, чтобы на нее привить. И то с риском. Я не привал на нее. А если вы еще вот это, ну, как получилось, что у меня за несколько месяцев купили 20 штук. И вот они распасованы, никому не нужны. Понимаете, я заплатил за то, что в национале, теперь они будут разорваны и в сырой песок, потому что еще, может быть, 10-20 купят для мясной. Вот. А пусть сырого песка куда я делаю? И вот что получается. Вот. Если рядом вот с этой вот абрикосы, которые, я про них говорил, скромные, матросские, рядом вы посадите вот эти вот и потом с них, не дожидаясь по отношению, выбираете растение, саженцы, одно-двухлетнее, лучше одно. Ну, на одно, может быть, не так будет хорошо выглядеть, отрезанные ветки, ну, ну, одно или два года отрезаете, где самый крупный лист, это главное, назовем это, примета главная культурности, и на манжурский поливаете. Вот так я вам отвечаю. Но, извините, вот это у меня никто не покупает. Читаем. Абрикос. Академик, пианист. Я знаю, что было после того раза, помните? Правильно, человек купил лишь штук. Один. посмотрел, 500 человек этот самый вебинар. А даже потом еще вебинар перебрался на другие каналы. Ну, пусть тысячи. То есть, все, что я говорю, это пустую. Но вы вопрос задали. Вот. Я вам подарил абрикосы, манжурский. Как подумай, теперь, пожалуйста, покупайте этот. Ведь они зачем хороши-то? Они чистые, плебеев нет, возможно, мы на стойкость на пару градусов ниже. Но вы-то в Европе, что для вас и пару градусов? Вот. Так? Так. А потом, когда вы приведете на манжурсу, вопрос будет решен или нет с этим, с моростойкостью. Все? Ответил, как мог. Причем разница между абрикосами сын манжурса номер раз, номер два и номер три. Чем отличаются? Ой, хотел бы, я знаю, почему вы их отделяете от манжурского отца? Ну, давайте, все-таки отвечу, посмелся. Значит, манжурский отец, это тот самый, который потом, я не раз показывал, уже боюсь показывать, вот, столько раз показал. Итак, на фотографии все деревья, которые я высыл в голену, дали разные плоды. Все сеянцы были самосевом из-под одного манжурского абрикоса. Уже разные, уже раз. Теперь, как я могу не отделить от манжурского абрикосаца? Дальше карьера распространялась так. Итак, значит, я ни одного специально не врачу, вот, чтобы взять косточку манжурского и взять его и довести на положение. А получилось так, любопытство меня буквально распирает. Я прививаю на каждого из них отца, то есть, ну, если брать вегетативного отца, то есть, мама, это манжурский абрикос, сверху прививка отца, уже вегетативного отца, и растут, растут. Вдруг я вижу, я показал таких фотографий, один десяток, вдруг, через какое-то время, полезла вегетка ниже прививки. Отрезать ее, но у меня потом будут десяток фотографий принципиально, как, когда вниз отрезаешь, чтобы поставить чистого привода, как страдает дерево вплоть до гибели. Я покажу вам это. Почему? А потому, что я их распиливал за подлецом землей. Вот она вся картина. Вот почему у нас этого самого абрикоса нет, потому что отрезайте, обламывайте, отрезайте, обламывайте, отрезайте, обламывайте, не ведая, что творят. И тогда я сказал себе, Димон, ну, время вышло, что мне с вами делать-то? Вот. Что мне с вами делать-то? Я никогда не могу дойти до этого. Не могу. не проскочить бы. Вот они, фотографии. Но сейчас я не буду, сейчас я не буду ехать, ну, как сказать, сейчас я не буду каждую из них подробно-подробно, вот видите, разберемся в другой раз. если сказать, дойдем до сюда. Я никак не могу, я только начинаю, вебинар кончается. Так, ладно, где мы были? Вот. Возвращаемся к нашим, знаете, кому. Ну, вы поняли, что это, я не болтун, как патолого на этом. Я все это проверил. И получается, что вдруг, а ветки, которые подвоены, с подвоя, пусть позже вылазят, я где-то проворонил, и я перестал их отрезать. Вообще перестал. Они доходят до подошения. Господи, а он же должен быть, как он родился, а вы же мне вопрос-то не случайно задали. Теперь попробую найти, где я был. Мы сейчас заканчивать будем, не пугайтесь, кто устал. Вот где-то здесь, да? Вот здесь, вот здесь. Итак, и так, и так, и так. Почему отделяете от манджурского отца? И вот он, взятый с косточки, взятый с манджурского абрикоса отца, у него теперь есть, дошел на полношение в два раза крупнее, у него теперь есть на отце выросли плоды, уже в два раза больше. Так? С чего бы это? Нет, не так. На маме, на маме. То есть, это называю селекцию наоборот. Гены отца, которые выше, попали, попали, вот, подойдите, за пальцем, подвой, подвой полез, я его не отрезал, он дал плоды, два раза больше, фотографии есть, Александр, вы следите за этим? Вы сегодня здесь, или не здесь? Вот, я до сих пор, сколько лет мы дружим, я как бы вам говорю, потому что вы носили читать лекции, значит, я еще пригожусь, и вот получается, что и вегетативный теперь отец повлиял в два раза крупнее, а что косточку теперь я беру с Маньчжурса номер раз, номер два, номер три. Если уже те все оказались разные, Ваулин довел за поздношение, не я, Ваулин, его можно верить, директор института? А здесь-то тем более разброс будет еще больше. В дикость уже не вернется, это точно. А тут еще и Ксения, а тут еще и это самое, Телегония, соседи-то влияют, а соседи кругом, вот, вот такие соседи, потому что мои, они такие же крупные, но я всегда делю. А академик-пианист не имеет в родне плебеев. Это для Южной России. А академик Железова это для Северной России. Все сознательно. Ну, я не знаю, смог ли я ответить на вопрос или нет? Осталась одна минута. А, вот что интересный вопрос. Насколько принципиально дифференцировать между собой? Дифференцировать, значит, в чем они различаются? Вот. Нет? Попробуйте, вот, один, два, три. А, вот. Я тут искал, искал, где-то фотографии, попробуй в тысячах найди. Вот я, вот эту фотографию, она очень знаковая, вот. Помните, ее сколько этих, украли у меня этих, с моего сайта, сколько украли их сайтов. Смотрите. А я ее использовал для создания вот этого брошюра. Красивая? Так вот, клянусь вам, годом ранее, да, мне повезло, я ее не выдумал, я не красил. Ни красной краской, ни красным карандашом. Вот она такая была. Но, годом раньше она была желтая, а после последующих, вот после этого, опять желтая. Я никого не собираюсь обманывать. Если вы увидите эту фотографию, это не значит, что я вам это же, что такое вырастет. Наоборот, красный цвет более редкий. А давайте вспомним про Чарльза Дарвина, который уважал, я так удивился, что Чарльз Дарвин признает миграторную геморизацию. Представляете? А, например, Мендель сказал бы, в следующем поколении я реже встретиться, да, а еще следующее, еще реже. И что я могу пообещать? Ничего. Ну и все, ладно, время настекло, но я сейчас вот что скажу, ребята, и обидно, я горжусь за нашего русского человека, вот. Но он открыл то, что мы открыли давно, и началось это, еще 19 веке, вот, и сейчас не закончилось. Просто у нас такая ученая рать, к сожалению, мы от сенсации отказались сами. Нет, не так. Ну, вспоминаем, что вот это совсем другая, это Добрынская премия. Вот это вот, когда доктор наук, не называя моей фамилией, вот, мою теорию назвал намеками, а в конце написано, начинает собираться в определенные формы, которые начинают жить своей жизнью. Вот вам и, вот вам и биополе, вот вам и специальные силовые структуры, которые собираются и начинают жить своей жизнью. Это железо Золотинков. А здесь совсем другое. Итак, икративная гибридизация дала возможность открыть вот это все. Еще раз. В 10 минут, ребята, ну поймите же, ну так не хочется мне это, так уходить в это, оставаться в этом, в свином, как-то, калашный ряд не пустили. Вы видели, как со мной чек обошелся? Там же через все это видно было, между строчек, не суйтесь, потеряете и тех, кого есть, никто вас ресурс не будет. Но, вот это вот, вот это вот, вот это все. Видите? Вот это все. Сейчас она немножко ниже проедет, пускай немножко. Вот. И сейчас поймете. Значит, все это в единственном экземпляре. Если вы возьмете с каждого дерева характеристики дерева, если вы возьмете размер листа, и вот, помните, я вам рассказывал, чужеродные ветки получаются. Абсолютно чужеродные. Сколько я вам уже фирму показал, да? Вот сейчас не открывается, потому что уже время, оно сейчас как бы, это, устаканивается. Ладно это. И качество сейчас плохое. Потом они ярче будут. Но самое главное, хочу, чтобы вы поняли, каждое дерево одно на всю планету. Вот. И вот когда, значит, доказывали, вначале, Дарвин. Дарвин сам великий, сторонник критативной гимнализации, то есть прививок. Потом Лысенко, Мичурин, а из современников царства небесного, Боттер, царствуем небеса, Латинков, и чуть не сказал, что, ну я ещё жив. И вот теперь, причём, никто из нас, это идёт с 19 века. Понимаете? Это всё понятие транспозона, понятие, где резонтальный перенос стал возможен именно из-за того, что, ещё раз, это очень важно, из-за того, что ДНК, это не железобетонная конструкция. Там тоже суп, он пережил, это ДНК переживало огромное, ДНК переживало огромное переживание. То есть на грани выживания. А я как? Вы помните мою теорию? Новое качество приоритативной гибридизации появляется только на границе выживания. Ещё раз. А помните, что сам Ранникамф учёный, известнейший учёный, написал в своей статье, что президент императорского, 19 века, императорского общества садоводов, генерал Раевский, не согласился бы с железом. И вот он, живя в Крыму и в Херсонской области, у него два сада было, он там никогда бы не получил вегетативный гибрид. Невозможно. Да он написал, не согласился, вспомни это самое, главный редактор Ребрик, ну вспомни ты же это самое, в курсе всех этих дел, если ты меня слышишь, если вы меня, я с уважением, вы меня слышите, что я говорю, на границе выживания, и тогда получается, ДНК, оно имеет кусочки, кусочки, которые, вот раз этот, Леников, выжить надо, он этот кусочек прицепил, связи горизонтальные, почему придумали термин горизонтальной связи? Ребята, я сейчас перед вами целую эту, грандиозную теорию, как это, целую Нобелевскую премию разговываю, она проста, как пять копеек, понимаете, вот, горизонтальный перенос, транспозоны, от ДНК кусочки плавают, надо будет, прицепился, вот, не нужен, отцепился, попал в Африку, вот, попал на север, или сдох, или прицепился кусочек, который дает, что? морозостойкость, и внимание, я бы никого не забыл, ни Мичурина, ни Латенкова, ни Лысенко, ни Чарза Дарвина, вы понимаете, какие люди на моей стороне, вот, а я только один из них, и, внимание, я набрал, сенсация, ДНК, Никитин, случилось следующее, на нас тогда и сейчас никто не обращает внимания, вот фотогалерея сейчас еще пока нет, нет, уже все, восстановилось, вот, теперь хорошо видно, теперь видно хорошо, видите, вот, вот это чудо, вы видите, вот это все, вот, наука не видит в упор, и нет у них ничего этого, и быть не может, ну, нельзя дальше скрещиванием заниматься, я уже кричу, ведь это же в конце концов миллиарды, пусть наука нищая, но все равно миллиарды уходят зря, в отчаянии говорю, и как получилось, что один из вас, молодой ученый, вот он, видели, вот он, я не буду открывать эти фильмы, читаем, большая научная сенсация, открытие российского ученого, переведет представление, вот, симптомы активации ДНК, а я о чем говорил, сенсация, а знаете, почему вы ставили сенсацию, да потому, что, я не знаю, задвинутого обратно, или не задвинутого, генетическая тайна, прорыв мировой науки, это все, работа журналистов, понимаете, журналистов, вот какой-то Александр Реткин пишет, российский ученец сделал шаг абсолютно на уровень, мы это сделали давно уже, этот шаг, вот они, смотрите, вот она ДНК, вот она дает эти, только потому, я серьезно говорю, он бы хорошо был в нашу компанию, бы его, она фактически так и есть, он совершил прорыв только одному, что он, как он умудрился, крупнейшим, авторитетичным журналистам, напечатать статью, не было бы этой статьи, напечатал бы в российской, хрен бы ему, даже как мы это самое, уходим из жизни один за другим, понимаете, это наш человек, Никите, наш, просто про нас не знает, а тут сейчас мы создали журналистами, я не знаю, что думает, вот, ладно, про нас забыли, о чем думает президент Академии наук, сквозь зубы, а он же работал в одиночку, он же за собой не потянул, целый коллектив, чтобы потом этот миллиард, миллион долларов разделить, получая номерскую премию, вот его путь, случайно, абсолютно случайно, если бы не эта публикация, Велин Санна, а там все, мы теперь это хвосте, вот, как это, транспознанный, это, газетальный период, что вам еще надо, вот, а дальше все, что я рассказал, фактически, я это, я статью, кто-то вот тоже сказал, могу сейчас взять текст, и отправить, вот эти фотографии, вот эти вот, вот, и если бы какой-то, иностранный журнал, для Руссана, вот это бы, напечатал, аккуратно выбрать отсюда, все эти чудеса, вот эти вот, вот, выбрать, потому что, мировая наука, этого не знает, и тогда, и тогда, только тогда, перешагнул через голову нашей Академии Наук, может было бы чего-то добиться, ну, мы, кажется, опоздали, вот, Аня Никитина от души, пусть ему достанется вся слава, вот, но, за все это теоретическое, его теоретическое подготовки, теоретическими выводами, вот оно стоит, что это, а без всяких этих, мы уже знали об этом, вот, я все некогда это, пару статей, это, превратить фильмы нашего Латинкова, нашего гения, ну, что важнее, да, вот к этому бы еще добавить бы, это самое, добавить бы, все, что, сочинил наш уважаемый Никитин Молодовичок, за творчество, ни с кем делиться не стал, он выиграл билет лотерейной, мы нет, нам так и помирать в этих прекрасных садах, никому не нужно, да, так, нет, или вот это вот, вы представляете, как можно из этого сделать вот это, а ведь получилось же, вот из этого сделать вот это, ведь получилось же, а пасовать, да, нам нужен Никитин, знал ли он о нас, не знал ли о нас, я сейчас не пойму, вот теперь, пусть я с опозданием на 11 минут, я заканчиваю, но если бы я сейчас, сейчас у меня открыта дверь на улицу, мой брат Юрий Железов знает, потому что у меня был тяжелейший приступ, прямо перед этим, перед вот этим выступлением, я все думал, не говорить вот об этом, про эту сенсацию, вот, ну, промолчу, ведь черт его знает о этом, он же знает, знает, что надо вызвать МЧС, железная дверь на улицу оставил открытую, чтобы железную дверь не ломали, вдруг я сейчас исчезну с экрана, говорю, какие, это моя боль, это моя обида, прожить жизнь, вот он, ходить по этому, новое эти, вот они, вот они, вот они, и никому не надо, вы представляете, как жить с этими мыслями, и так год за годом, 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 и персики, и черешни, как это может случиться, что, ой, да я вам уже все это показывал, год за годом, год за годом а вот еще 2005 года отвечаю в 8 лет я вы не показывает там просто по-другому вот это вот они только вот это украли вот это украли фотографию все чего я добился вот это украли месяц линейка украли вот эту фотографию украинцы я у них шансы купил да вот это тоже считали украли вот это украли законовидной выдали не 1 и 2 полсоте этих фактический итог подвожу вот это украли каждый целый дерево у них не трепет их на ладони и 3 лодика сергея вода не штаны украли вот моя совесть просто полотно скобил а чё толку сколько он кричал железу 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 вчера звонил операции перенес сейчас вроде оживает удача не сказал сейчас цитирую благодаря вам я продал саженса до 750 тысяч у него же операции признаете сколько потребовалось он меня поблагодарил за то что используя мою известность он продал саженса 750 тысяч это я с ним считать рассчитался за то что я имел все эти годы право говорить не верите потом чем показать его фотографии не верите вот моя совесть не переживай теперь уже все отпустила меня теперь уже сегодня еще по крайней мере сегодня ничего не случится все друзья мы теперь делаем пяти минуты а